Доброе утро, дорогие садоводы-любители! Сегодня я вам хочу рассказать о клубнике садовой, то есть землянике садовой крупноплодной. Давным-давно, в 1878 году, капитан Фризье из Нового Света в Старый привез клубничку-земляничку виргинскую. Потом ее скрестили земляничкой чилийской, и получилась у нас такая красавица, клубника крупноплодная. Сейчас ее большое множество сортов. Мы решили с Сергеем Васильевичем, и мы первые в наших сумах, у нас был первый сорт нейтрального светового дня непрерывного плодоношения. Сейчас вы видите на грядке сорт называется альбион. Первый урожай мы уже сорвали. Вы видите на кустике ягодки и цветы. Сорта нейтрального светового дня вам урожай будут давать все лето. Только небольшое «но». Они быстро истощаются, поэтому желательно бы подкормить эту культуру хотя бы за лето два раза. Мы придерживаемся органического земляделия. Химии у нас на участке нет. Все, что с земли вышло, оно должно в землю вернуться. Я делаю прополку. Всю зелень, которую я выбрала с земли, я складываю черные пакеты. Две недели все это перегнивает и обратно возвращается в землю. Вот вам подкормка ваших всех растюшек, которые у вас на вашем участке. Если есть у кого-то куриный помет или навоз, пожалуйста, можете забраживать и таким образом подкармливать. Это тоже сейчас дорого, потому что пенсионеры, бабушки, дедушки, я считаю, что не в состоянии, допустим, купить самосвал перегноя за 700 гривен. Правильно? Поэтому седираты сеем и вот такую вот органику делаем и подкармливаем. Наш огород – это как тарелка. Что мы туда положим, то мы оттуда и получим. Как я уже говорила, перед вами сорт альбион. Здесь мы сформировали такую не очень высокую грядочку, хотя грядку можно делать и повыше, и чуть-чуть пониже. Она растет на агроволокне, вы видите. Здесь никакой не нужно вам прополки, ничего. Только берете в стаканчиках перед вами, видите, какое идет размножение. В каждый кусик мы укореняем стаканчик. В стаканчике делаем состав торф, песочек и немножко перегноя. Вот это такая почва, как шоколад для нашей клубники. И вот это уже будет хорошая рассада с закрытой корневой системой. То есть она у вас не болеет ничего, вы спокойненько на свою грядочку перевалили, посадили и она у вас будет сразу же, тут же будет цвести и сразу плодоносить. Вот чем хороши нейтральные сорта. Кроме альбиона у нас есть потрясающие сорта французской селекции, очень вкусные, очень красивые. Это сирано, сижозе, анаис, анабель, шарлотта. Анаис очень вкусная ягода, а анабель еще вкуснее. Французы называют детское наслаждение, потому что все, кто были у нас на участке и пробовали эту ягоду, говорят, ну просто нельзя остановиться, такой земляничный аромат, очень вкусная ягода. Сейчас мы немножко поговорим о тех сортах, которые плодоносят один раз, что вот они отплодоносили, что теперь с ними нужно делать. Период жизни вообще клубничного земляничного куста месяц, грубо говоря, будем говорить 30 дней. Нижний листочек отмирает, и клубничка вегетирует, и растет дальше. Бытует старое такое мнение, что клубника отплодоносила, мы ее срезаем или скашиваем, и начинают расти, конечно, молодые, красивые зеленые листочки. Мы, Сергеем Васильевичем, придерживаемся того мнения, что это делать не обязательно. Вот это перед вами французский сорт манила. Посмотрите, она отплодоносила, она красивенькая, она зелененькая, она не больная. Манила уже пошла в рост, уже она дает потомство. Уже у меня он усы по полтора метра. Мы ее не скашиваем. Если же у вас листья на вашей клубнике, где-то там есть какая-то пятнистость, берете секатор и срезаете. Это если один листик у вас больной. Если вы видите, что как-то он некомфортно себя этот куст чувствует, больные листья, корявые и так далее, берем тогда и срезаем полностью весь кусточек, просто до основания. Раз и срезали, и убрали. Я вот еще раз повторюсь, не нужно скашивать клубнику. Когда вы ее скосили, она начинает опять вегетировать, тратит жизненные силы на восстановление куста, а не на того, чтобы давать потомство. Вот она растет, и дети у вас получатся слабые, и им будет потом в зиму они пойдут, не набрав полной силы, которая должна быть. Бытует мнение, что клубнику нужно сажать в августе месяце. Это глубокое заблуждение. У вас есть молодые розетки. Чем раньше вы посадите клубнику, тем больше урожай у вас будет на будущий год. Вот посмотрите, меня в руках сидираты. Это редька, она уже цвела. Вот здесь она росла, на этом участке. Мы этот участок перекопали. Что такое редька? Это доктор для вашей земли на вашем участке. Это может быть и редька, это может быть горчица, это может быть и гречиха. Вот вы ее подкормили этими сидиратами, перекопали вместе с сидиратами. И формируем клубничную грядку. Вот яркий пример перед вами куст землянички. Вот уже сформированная розеточка. Вот она уже есть, да? Клубника сажается. Если это мощный, красивый куст, желательно бы сантиметров 30 кустик от кустика. Вот этот усик ложим вот сюда. Здесь берем, укореняем и здесь вот возле розеточки вот так вот присыпаем. Вот этот ус берем, ложим в этом направлении. Делаем луночку здесь, здесь взяли и присыпали у основания. Мульча, одеяло для земли, солома, опилки, хвоя, хвоя. Люди боятся хвои. Хвоя – это шикарная мульча для земляники. Делает грунт немножко подкисленным. А клубника это очень любит. Посадила кустик, замульчировала. Это все органика. Оно перегнивает, уходит в землю, меняется структура вашей почвы. Это очень хорошо для ваших растений. Очень важно все ваши растюшки, которые у вас есть. То ли это клубника, то ли это малина, то ли это смородина, картофель. Все это мульчируется. Вы посмотрите, англичане говорят, клубника – соломенная ягода. На Западе, в Польше, на промышленных масштабах все. Измельчается солома и застилаются все междурядья. Нет у вас соломы? Пожалуйста, опилки. Любых лиственных пород, кроме дуба и березы. Ссопаем вашу грядку. Не зацвели вас еще, ну, ваши бурьяны, будем говорить так, необсемененный бурьян. Раскладываем и устилаем вокруг каждого кустичка. Это одеяло для земли, и это предохраняет от высыхания, от вымокания. И ваши растения будут вам только благодарны. Вот это сорт малины «Брянская дива». Это сорт ремонтантный, который будет вот на этих побегах давать в августе основной урожай. Можно немного оставить побегов прошлогодние. Вот это ягоды на прошлогодних побегах. Но для того, чтобы малина давала хороший урожай, обязательно нужно эти побеги подвязать. Если вы не подвяжете, урожай будет в два, а то и в три раза меньше. Почему? Потому что она затеняется, она хуже опыляется, трепается ветром. Короче, все преимущества подвязки вы видите здесь. Смотрите, если не подвяжете, они будут лежать на земле и, соответственно, пачкаться и гнить. То, что нужно сделать сейчас. Еще один момент. Бытует заблуждение, что малину нужно прищипывать. Нужно. Но не все сорта. Поэтому сейчас ремонтантные сорта, которые плодоносят два раза, мы не прищипываем. На верхушке у них будет самая первая, самая крупная ягода. Потом они ветвятся сами. Вот отсюда будут расти побеги, пасынки, которые будут давать такой же вот урожай. Еще желательно сейчас замульчировать, чтобы влага держалась в кусте. При необходимости можно подкормить. Малина, в отличие от многих культур, очень любит азот. То есть куриный помет, коровяк. В крайнем случае можно какой-то аммиачной селитрой или карбамидом. Можно просто посыпать под кустами, ну скажем, на квадратный метр, если это простое удобрение, то 150-200 грамм. Можно сухим куриным пометом. Его нужно на квадратный метр 500-800 грамм. И после этого полить. Малина у вас будет очень хорошо расти. Вот это сорт феномен. Это нашей украинской селекции, сорт среднеранний, но у нас из крупноплодных он практически самый ранний. Ягода очень крупная, урожайность отличная. Но ранние сорта, они все не самые сладкие. Но сорт замечательный. Посмотрите, какие ягоды. Ягоды бывают до 12 грамм величиной. Этот сорт и все сорта, которые плодоносят один раз, необходимо прищипывать. Как это делается? По мере роста побега, к примеру, вы выбрали полтора метра. Прошли и верхушку просто взяли вот так вот 5-10 сантиметров, отщипнули. Вот там побеги, которые я прищипнул дней 10-12 назад. Они уже пустили боковые побеги, которые дадут вам основной урожай на следующий год. Если вы не будете прищипывать, это вырастет бамбук метра 3, у которого небольшие боковые побеги пойдут только на следующий год. То есть урожай будет гораздо меньше, чем если вы вовремя прищипнете. Да, кстати, его тоже нужно подвязывать, но я уже буду подвязывать вот эти молодые побеги, которые дадут урожай на следующий год. Перед вами сорт черной смородины ядреная российской селекции. Этот сорт считается среднеранним, но у нас он практически как ранний. Он уже, некоторые кусты практически уже отплодоносили. Я хочу рассказать, что нужно сделать будет после того, как она плодоносит. У нас эти работы обычно садоводы делают весной. Я рекомендую это делать после того, как она заканчивает плодоношение. Вот это в основном старые кусты. Для того, чтобы их омолодить, нужно посмотреть. Вот ветка более молодая. Вы видите, какие ягоды. Вот старая ветка. У нее уже ягоды гораздо мельче. Хотя сорт один и тот же. Вот такие ветки нужно в основании куста, не оставляя никаких пеньков, нужно повырезать. На следующие годы, вернее в этом году, они пустят еще молодые побеги. Если вы не хотите его размножать отводками и черенкованием, значит, можете этот куст еще на 2-3 года оставить. Если вы увидите, вот тут, возможно, есть тля. Я смородину не обрабатываю. С вредителями борюсь вот таким механическим способом. Почему? Потому что здесь рядом растет клубника, там малина, на которых уже есть ягоды. И кушать травленные ягоды, я думаю, никому не захочет. Теперь два слова о размножении. Вот вы срезали эту ветку. Если здесь есть хорошие вот такие молодые побеги, их вы обрезаете. Смотрите, чтобы здесь не было личинки стеблевой побеговой галицы смородиновой. И можно укоренить. Обрезать верхушку, обрезать листья, поставить в баночку на пару недель. Вот эти черенки можно уже сажать в почву. Они принимаются, и будут у вас молодые, новые кусты. Одним из лучших натуральных стимуляторов корнеобразования является простой обыкновенный мед. Чайную ложку меда на литр воды, и в этой воде можете замачивать черенки всех практически культур, которые укореняются. Это крыжовник, красная, черная смородина, виноград. Все это будет гораздо лучше укореняться именно в растворе меда. Еще два слова вот про черенки. Если у вас нет возможности там бывать часто на даче или на огороде, то эти черенки до осени можно высадить в какие-то горшочки, кассеты, стаканы и поставить на балконе. То есть там вы сможете за ними понаблюдать, пополивать вовремя. И потом осенью уже пересадите с комом земли, пересадите на грядку. Мне очень приятно, что вы к нам приехали, что мы чем могли, вас порадовали, показали, что растет у нас, как растет всем садоводам, огородникам, любителям успехов, здоровья. Если вы будете работать у себя и будете кушать то, что выращено вашими руками, вы будете жить по сто лет. Я приглашаю всех любителей, которые заинтересовались этими культурами. Пожалуйста, приезжайте. Мы будем всегда рады. Звоните. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова